Ребята, всем привет! Вы с Аленой на моем канале. Сегодня с вами говорим про аденому простаты. Как решить проблему с увеличением простаты. Снимала вам первое видео, снимаю второе. Был мужчина вчера и, соответственно, был мужчина на прошлой неделе. Мы обсудили все вопросы с женой, все психосоматические истории. Он был у меня в консультации, когда избавлялся от панических атак, бессонницы. Но это видео носит только нутрицептический характер, поддерживающий. Никакой психологии здесь мы не будем с вами говорить. С возрастом у половины мужчин увеличивается простата. Реально. И доброкачественное это состояние может вызвать частое мочеиспускание и нарушение сна. Бывает, оно отличается от рака предстательной железы. При ДГПЖ затронуты в основном мочевыводящие пути. Реально только они. Это очень важно. Вы просыпаетесь ночью, потому что хотите в туалет. При позывах вам, собственно говоря, то хочется, то не хочется. Мучает мочевой пузырь. И могу сказать, что во многих случаях нормальные клетки повреждаются. И повреждаются митохондрии, после чего они становятся раковыми. Соответственно, это может распространяться в другие органы. Болезненное мочеиспускание, кровь в моче, проблемы с эрекцией, боли эякуляции, кровь в сперме. Повышенный уровень эстрогена может быть причиной рака простоты. Соответственно, эстроген второго типа повышает риски данного заболевания. Фитоэстрогены могут помочь снизить уровень эстрогена второго типа. Соответственно, нам нужны ингибиторы ароматазы. Я такие слова вам говорю, не знаю, надеюсь, вы понимаете. Но просто хочется донести вам то, что вы должны знать. И немногие врачи вам рассказывают. Снижение уровня тестостерона и уровня эстрогена с возрастом реально происходит. Эстроген второго типа. У нас есть второй тип. Особенно предстательные железы. Он опасен. ДГТ повышается. И, соответственно, опять появляется вот эта проблема. Что поможет? Давайте кратко. Я вам не буду лекции читать. Я люблю кратко по делу. Давайте, что поможет? Продукты, богатые фитоэстрогенами. Это гиностеин, крестоцветные овощи. А ингибиторы ароматазы. То есть то, что... Прочитайте, что это значит. Это кожура цитрусовых, дим, корень жгучей крапивы. И может помочь зеленый чай, цинк, семена тыквы. И нормализация уровня инсулина. Интервальное голодание. Уменьшение количества потенциальных эстрогенов. Это отказ от алкоголя. Уменьшение молочных продуктов в рационе. И исключение пластика. Фильтрация воды. Натуральные продукты. Просто умоляю вас. И обратите внимание на воду. В воде может быть очень большая загадка в вашем доме. Поэтому постарайтесь уменьшить то, что можно. И постарайтесь сделать так, чтобы вам стало более-менее комфортно. Пишите комментарии, друзья. Надеюсь, было вам полезным.